Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 13 декабря вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group. Начинаем с валютной пары евро-доллар. На ожиданиях сворачивания программы QE, а также готовности Италии пойти на уступки и сократить дефицит бюджета оказывают поддержку покупателям. Но все еще котировки пары удерживаются внутри широкого боковика, что указывает на общую неопределенность рынка. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, указывая на преимущество покупателей. Торговая активность остается умеренной, но сегодня она может увеличиться в момент оглашения результатов голосования по основной процентной ставке ЕЦБ. Покупки под уровнем сопротивления 1.1400 остаются в зоне риска. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Британский парламент выразил доверие премьер-министру Терези Мэй, что оказало очень сильную поддержку котировкам пары. Но направление дальнейшего ценового движения будет зависеть от способности парламента утвердить текущий договор по Brexit. Укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса, что указывает на преимущество продавцов. Волатильность торгов остается аномально высокой, но уже сегодня можем наблюдать умеренное ее снижение. Ближайшим сильным техническим уровнем сопротивления выступает отметка 1.2700, прорыв которой остается маловероятным. А сейчас придем к валютной паре доллар США-канадский доллар. Несмотря на умеренное снижение цен на нефть, активность покупателей по данной валютной паре остается очень низкой на фоне ослабления доллара США. Соответственно, даже незначительный рост цен на нефть может оказать дополнительное давление на пару. Ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов, указан на преимущество продавцов. Торговая активность остается умеренной, но учитывая низкую насыщенность новостного фона, волатильность торгов может оставаться в пределах среднего значения за месяц. Лишь более мощное ослабление доллара США позволит продавцам вернуться к уровню поддержки 1.3290. А сейчас придем к событиям сегодняшнего дня. Huawei – новый сценарий торговой войны США с Китаем. В ответ на задержание финансового директора Huawei в Канаде, Китай готовит ответ на различных уровнях. Бизнес уже начал реагировать, так как китайские компании отказываются от американской техники в пользу отечественных производителей, в то время как ряд топ-менеджеров американских компаний всерьез опасаются арестов в качестве ответного хода китайского правительства. Все это ухудшает не только политическое, но и бизнес-отношение между США и Китаем. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией Fibogroup. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Fibogroup. Ваша финансовая группа поддержки.